Сегодня, в преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы, мы хотели бы вас поздравить с этим праздником, с вашим любимым. Всемирный день скандинавской ходьбы – значимое событие для всех участников клуба «Активное долголетие». Ведь они регулярно тренируются, занятия проходят в парке Подресского на свежем воздухе по три раза в неделю, причем в любое время года. Они у нас большие фанаты, вообще по жизни очень активные люди. Мы их очень любим, уважаем и решили их поздравить. Плюс они еще, конечно, отличнейший пример для всех, как нужно жить, как нужно себя вести, как нужно заниматься спортом. Скандинавская ходьба – это не просто прогулка, это полноценная тренировка, которая благотворно влияет на весь организм. Кроме того, подходит для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Скандинавская ходьба полезна для здоровья. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему и весь организм. Вира Потапова – одна из постоянных участниц. Она занимается скандинавской ходьбой уже четыре года и старается не пропускать ни одной тренировки. Делится, что благодаря таким занятиям улучшилось не только физическое здоровье, но и настроение. Меньше болеем, потому что занимаемся и в снег, и в дождь, и в морозы ходим. Уверенный шаг и широкая улыбка. Каждый спортсмен сам выбирает дистанцию, которая ему комфортна. Анна Руссу пришла к финишу первая. Рассказывает, что является фанаткой этого спорта. Даже не могу сказать точно, что привело, но увидела группу людей, если честно, и присоединилась. Это плюс здоровье наше, скандинавское здоровье и дает. Позитив. Да, занимаемся везде. Я с ними занимаюсь с ноября месяца. Группа очень сплоченная, очень хорошая, ходит регулярно. И это гарантирует те успехи, то состояние, которое мы видим сейчас. Они все готовы показывать хорошие результаты. В завершении праздника заслуженные награды, благодарственные письма и шоколадные медали. Но самое главное не призы, как сказали участники скандинавской ходьбы, а заряд хорошего настроения. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.